Фаригн Поличи, США, продавшая душу Кремлю Роберт Сервис Фаригн Поличи, США 8 марта 2020 года Необходимость понять Россию приобрела особую актуальность после того, как российское руководство бросило вызов Западу Владимир Путин, который пришел к власти в стране на стыке двух тысячелетий Поначалу поддерживал гармоничные отношения с Соединенными Штатами Но, встревоженные так называемыми цветными революциями, которые потрясли Грузию и Украину в начале двухтысячных годов Путин стал подозревать вмешательство Соединенных Штатов и решил бросить Вашингтону вызов на международной арене В отношениях между Москвой и Вашингтоном наступило охлаждение в период работы администрации Джорджа Буша-младшего И, несмотря на непродолжительную оттепель, случившуюся, когда президентом России был протяже Путина Дмитрий Медведев В них настал сильный холод в 2012 году, когда Путин вернулся на пост главы Кремля Он презирал президента США Барака Обаму практически так же сильно, как ненавидел его секретаря Хилари Клинтон Пропагандистские издания Москвы критиковали американское правительство, называя его источником всех геостратегических проблем И призывали к созданию многополярного мира, в котором влияние Америки будет ограничено Между тем в своей внешней политике Россия стремилась примириться с противниками США В первую очередь с Китайской Народной Республикой Бросая вызов Соединенным Штатам и их союзникам при каждой удобной возможности Агрессивная риторика Путина нашла выражение в политике Он ускорил процесс модернизации ядерных сил и аннексировал Крым в 2014 году Российские войска продолжают купать в крови восток Украины Агенты российских спецслужб с преступными намерениями вмешались в американские президентские выборы 2016 года А российские деньги используются в качестве инструмента для ослабления Евросоюза В 2015 году Кремль, сурово осудивший Америку за ее поддержку арабской весны Отправил в Сирию военные самолеты, чтобы поддержать режим Башара-Осада в сирийской гражданской войне Хотя Путин на первый взгляд поддерживает дружеские отношения с нынешним президентом США Дональдом Трампом Антиамериканская риторика официальной России сохраняется Подобно большинству журналистов, которые жили в России и писали о ней, в своей новой книге «Между двух огней» Беттуэн Туофирис, Джошуа Яфа, Яшуа Яфа, концентрируется в первую очередь на внутриполитической ситуации Однако он не игнорирует внешнюю политику, потому что внутриполитическая ситуация в России часто обуславливает тот выбор, который Кремль делает в международных отношениях Кроме того, довольно трудно не разглядеть параллель между агрессивностью Кремля за границей и его нелиберальным поведением на внутреннем фронте Действительно, администрация Путина жестоко преследует тех, кто критикует ее или предпринимает какие-либо действия вопреки ее воле С тех пор как Борис Ельцин покинул пост президента в конце 1999 года, избирательная система в России постепенно ослабляется Оппозиционные политики и журналисты, проводящие независимые расследования, сталкиваются с преследованиями, а иногда их даже убивают Партии могут зарегистрироваться для участия в выборах только в том случае, если они не представляют собой какой-либо серьезной угрозы для правящей элиты Крупнейшие телеканалы прилежно повторяют новости так, как им их диктует Кремль Российский народ, как пишет Яфа, уже привык к этой реальности Когда россияне задумываются о 1990-х годах, они, как правило, не размышляют о том, насколько реалистичным мог бы быть другой итог отказа России от коммунизма Хотя Ельцин вел политику сотрудничества с Соединенными Штатами, под его руководством выборы и парламенты были пронизаны обманом и мошенничеством И будет неправильно изображать приход Путина к власти как первый шаг на пути к отказу от либерализма В свою очередь, Путин понимает, что, полностью исключив либералов из публичной политики, он потеряет больше, чем обретет Их услуги помогают его России работать более эффективно и создают впечатление, что он управляет страной с согласия народа Россия, больше не тоталитарная диктатура, и администрация Путина проявляет достаточно гибкости, чтобы предоставить некое пространство для маневров тем, кому не нравится ее политика Но кто при этом соглашается воздерживаться от открытой критики в ее адрес Это молчаливый компромисс, который в данных обстоятельствах устраивает обе стороны К примеру, Хеда Саратова, активистка и правозащитница, которая много лет занимается спасением жертв преследований и пыток в Чечне Она построила свою карьеру, будучи сотрудницей мемориала, организации, которая борется за общедоступность информации о жестоких преступлениях государства Начиная со времен Сталина и заканчивая сегодняшним днем В ходе своих расследований она своими глазами видела, как резко уменьшились возможности правозащитных организаций Поскольку глава Чечни и верный союзник Путина Рамзан Кадыров с одинаковой жестокостью обходился как с чужаками, которые проводят независимые расследования, так и своими критиками из числа чеченцев Саратова решила отказаться от открытой критики в адрес Кадырова, чтобы она могла и дальше спасать жизни тех, кого он притесняет С ее точки зрения, этот выбор не идеален, но это все же лучше, чем ничего Врач Елизавета Глинка столкнулась с такой же дилеммой в ходе своей работы с телами мертвых и ранеными на востоке Украины В качестве цены, которую ей пришлось заплатить за возможность продолжать ее работу с больными и ранеными детьми Она согласилась на сотрудничество с властями в Москве Кремль искупал ее в почестях, что позволило ему поддержать собственную репутацию филантропа Одновременно с этим продолжая войну в Донбассе Глинка понимала, как ее используют, однако считала это единственным доступным ей способом хотя бы немного смягчить ужасающие беды украинцев Ее последним подвигом могло бы стать выполнение точно такой же функции в Сирии, под прицелом телевизионных камер Но по трагической случайности самолет, на котором она должна была полететь в зону боевых действий, рухнул сразу после взлета с военного аэродрома в Сочи Не все из нарисованных яв и портретов тех деятелей, кому приходилось сотрудничать с эстеблишментом, изображают людей, которым необходимо было заглушать в себе голос либеральной совести Константин Эрнст, известный телепродюсер, который поставил свой творческий потенциал на службу российским властям Он обладает присущей хамелеону способностью менять свет в соответствии с обстоятельствами Он достиг апогея своей карьеры, когда ему дали задание подготовить и провести церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Сочи в феврале 2014 года В небо над стадионом поднялись пять Олимпийских колец в форме гигантских снежинок Одна из них не загорелась, но никто не обратил на это внимания, и зрители увидели всю историю России, от царей до сегодняшнего дня Главной темой стали мир и любовь, ставшая наградой за страдания Шедевр мягкой силы, подготовленный Эрнстом, мог бы иметь более долгоиграющий эффект Если бы Путин не решил вторгнуться на территорию Украины и аннексировать Крым в том же году Среди членов ближайшего окружения Путина, участвующих в принятии судьбоносных решений, нет либералов И Путин даже не попытался обратиться за советом ни к своему премьер-министру Медведеву, ни к министру иностранных дел Сергею Лавру В основе его мышления лежит идея о том, что Россия должна сделать все необходимое, чтобы снова стать глобальным колоссом Действительно, ничто не раздражало Путина больше, чем когда в марте 2014 года Обама пренебрежительно назвал Российскую Федерацию всего лишь региональной державой Администрация Путина была решительно настроена доказать Обаме, насколько сильно тот недооценил Россию, и что экономические санкции против России никогда не заставят ее отклониться от выбранного ей курса Яфа делает акцент на резком росте популярности Путина и его политического веса в результате захвата Крыма Тогда результаты опросов общественного мнения показали, что его рейтинг вырос до 89% Невероятное достижение для того, кто так долго занимал самый высокий пост в стране Неудивительно, что Путин завоевал дополнительные аплодисменты внутри России Когда российское оружие и дипломатия заполнили собой вакуум, который Обама и Трамп поставили после себя на Ближнем Востоке В основе вновь возникшего стремления России самоутвердиться лежит глубокая убежденность россиян в том, что их страна должна снова подняться на ноги после унижения 1990-х годов Кроме того, российское руководство решило, что такая позиция поможет отвлечь электорат от недостатков его лидеров Это поднимает вопрос о перспективах сохранения политической и социальной стабильности То есть стабильности, которая, как подробно пишет Яфа, заставила многих россиян считать бесполезным выступление против очевидно жадной, коррумпированной авторитарной администрации Когда в 2011 году Путин объявил о своем намерении вернуться на третий президентский срок, по стране прокатилась волна митингов и демонстраций, направленных против него В ответ на это в предвыборных лозунгах Путина заметно выросло количество обещаний касательно различных льгот и привилегий Очевидно, он и его советники почувствовали, что он может оказаться в очень трудном положении, если не пообещает смягчить материальные трудности обычных россиян Серьезная угроза для администрации Путина возникла в 2014 году, когда мировые цены на нефть резко упали Пока Министерство финансов затягивало пояса, были введены новые ограничения на социальные выплаты К середине 2018 года администрация была вынуждена увеличить пенсионный возраст На этот раз с акциями протеста на улице вышли непривычные политические активисты, а пенсионеры, которые стали блокировать автобусы, поезда и шоссе Путин был шокирован, и ему пришлось немного ограничить масштабы пенсионной реформы Разумеется, в других странах случались гораздо более масштабные и бурные антиправительственные протесты За последние 30 лет Россия не видела ничего, что могло бы сравниться с восстаниями арабской весны 2011 года, когда ярость уличных демонстрантов позволяла свергать глубоко укоренившиеся правящие клики За это время в России не произошло ничего, что могло бы сравниться с движением желтых жилетов, которые остановили жизнь в Париже и других французских городах зимой 2018 и 2019 годов Вероятнее всего, в настоящий момент правящая элита России обладает коварством и достаточной жестокостью, чтобы подавить любые восстания Но Путин не будет управлять страной вечно, и он уже не раз демонстрировал, что он тоже может допускать ошибки, переоценивая свои возможности Приветствуя китайцев и раздражая большинство американцев, Путин, возможно, выбрал более слабую стратегию по сравнению с той, в рамках которой нужно настраивать их друг против друга Тем не менее Путин пока может рассчитывать на множество амбициозных россиян, решивших, что их карьера требует компромисса с Кремлем Хорошие и не слишком хорошие мужчины и женщины вынуждены делать трудный выбор, и замечательная книга Джошуа Аяфа может послужить путеводителям по той боли и удовольствию, которую они испытывают, работая на публичной арене Роберт Сервис, почетный профессор Оксфордского университета и старший научный сотрудник Института Гувера Его новая книга называется «Кремлевская зима. Россия. Второе пришествие Владимира Путина. Кремлин Винтер. Руссия. Антисе Чонт Чаменков. Владимир Путин» Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Материалы на СМИ